Что ж, это чрезвычайно хардкорная игра. Ошибкой было ее недооценивать. Я даже решил не выкладывать первую попытку прохождения, меня просто разрывали на части раз за разом. Однако я многому, хоть и не всему, научился и теперь в этой жизни учту прошлый опыт. Добавим щепотку воображения. Согласно тому, что вселенная бесконечна, логично предположить, что где-то в ней существует бесконечное число вариаций всего и вся, в том числе и то, что вы увидите далее. Представляю вам Small Land Survive the Wilds. Вот как ее описывают. Большое приключение в крошечном масштабе. Оказавшись в самом низу пищевой цепочки, нужно готовиться ко всему. Создавайте оружие и броню. Вседлайте невиданных зверей. Стройте базы и исследуйте причудливые земли. Эта игра радикально отличается от Grounded. Начнем же. Покажу вам настройки. Вся графика на максимуме. Ну, собственно, создание персонажа. Можно пол женский, кто хочет. Я вас ознакомлю с итоговым вариантом. Вот такой персонаж у меня. Получился цвет кожи, усиков, их формы и так далее. Все это меняется. На колесико мыши приближаешь, отдаляешь. Окей. Так, мир. Новый мир. Назову его Souls. Душа. Ну что, готовы? Машет рукой. Сентинел Верджел. Приветствую. Мне поручено инструктировать всех солдат авангарда, прежде чем они покинут норы. У меня для тебя жизненно важная информация. Ищи повсюду фигурки сов. Они дают полезные советы и подсказки, которые помогут тебе выжить. Снаружи найдешь капитана Эрна. Он поможет тебя провести первые дни за пределами нор. Спасибо. Совушка. Сбор ресурсов. На земле богато природными ресурсами и едой. Главное правильно подобрать инструменты. Для сбора природных ресурсов можно изготовить самые разные инструменты. Для некоторых ресурсов нужны специальные инструменты. Так что изучите, какой инструмент лучше всего подходит для каждого случая. Включите режим антенны, нажав ВИ, чтобы вам было проще находить собираемые ресурсы. Вот, собственно. Кстати, по поводу фарма ресов. Вот рецепт новый у меня. Открылся деревянный топорик, деревянная дубина. Я покажу вам самое лучшее, самое эффективное начало. Без него самостоятельно вы будете просто нереально мучиться. Так что всасывайте жадную инфушку. Ого. Значит, когда вы что-то фармите, вы можете нажать один раз, и вот у вас так все упадет, и придется еще один раз, еще один, то есть три щелчка. Это можно делать более эффективным образом. Вы просто зажимаете F, и все сразу же лутается, что оттуда выпадает. Это гораздо проще, и экономит вам время и силы. Самый эффективный фарм. Фигурки сов и справочник. Наткнувшись на фигурки совы, вы можете получить от нее полезный совет. Эта информация автоматически добавится к вам в справочник, который можно в любое время открыть в меню предметов. Нажмите Tab, чтобы открыть меню предметов, и выберите раздел справочник, чтобы прочесть все советы и подсказки, которые вам дали фигурки сов. Ну, собственно, нажимаем, вот. Идем далее. Можем так вот включать эпизодически на Ави, чтобы смотреть ничего, мы не пропустили. Рукопись. Нажмите Tab, чтобы открыть меню предметов, и выберите раздел справочник, чтобы посмотреть, какие предметы можно произвести. Здесь также можно узнать, кому из малого народца можно обратиться для изготовления определенных комплектов доспехов. Ну вот, Эрн, то, что он крафтит, и так далее. Обязательно все это фармим, оно нам потребуется. Причем даже здесь недостаточно будет, если мы выкрумем все, что здесь есть. Норы. Норы – обширная сеть подземных туннелей и пещер, в которых живет малый народец. Туннели эти невероятно извилистые, с несколькими уровнями, простирающимися на сотни метров. Освещаются они теплым, уютным светом от хрустальных фонарей и самодельных факелов. Кстати, вы можете переключить вид от первого лица, нажав Z. Но эффективнее играть от третьего, вот так вот максимально камеру на колесико отдалив, потому что вам будет видно, когда за спину будут заходить. Они очень это любят, толпами засады устраивать, внезапно нападая и так далее. Еда в казармах в последнее время какая-то залежалая. Хорошо, что мне сестра принесла утром свежие яйца насекомых. Я, кстати, сейчас подобрал вот эти два. У меня жена умеет готовить омлет по фейске. Все, что тебе нужно для ремонта – это молоток строителя. Плесень, повсюду плесень. Ну, кстати, реально. У него аллергия, что ли, чихает? Вольно! Вольно! Собираем все максимально. Особенно вот это волокно. Здоровье. Вы можете потерять здоровье по разным причинам. Из-за нападения враждебных существ, сильной жары или холода, отпадения с большой высоты или от недоедания. Восстановить здоровье можно с помощью лечебных снадобий, хорошо питаясь и высыпаясь. Вносливость. Бег, скатывание по склону, уклонение, прыжки, атаки и блокирование. На все это нужна выносливость. Следите за ее уровнем и не давайте ей слишком сильно упасть. Важно ничего не пропускать. Мы сейчас сразу, я вам показываю самый эффективный старт. Нажмите M, чтобы открыть карту и посмотреть, где вы сейчас находитесь. Собственные маркеры на карте также отображаются на компасе. Компасы верхней части экрана всегда укажут, в каком направлении вы сейчас смотрите. Вот собственно карта, можно ее уменьшить. Она очень большая здесь. Можно приблизить. Ставить собственные маркеры можно на правую кнопку, даже подписывать их там по-всякому. На правую кнопку удалять. Мы заменим броню по умолчанию на более лучшую во всяких отношениях. Иногда вот нужно чуточку далее пройти. Кстати, на данный момент, ну это у меня так работает. Может когда вы будете играть уже обновят. Но когда вы нажимаете Escape, это не пауза здесь. Чтобы именно остановить все, если вам надо куда-то отойти, нажимаете выйти в меню. Потому что выбраться это если вы где-то застряли и ваш персонаж умрет и заново возродится. Так что выйти в меню, чтобы полностью остановить. Потому что игра продолжается и даже если поблизости нет враждебных существ, вы можете умереть от непогоды или истощения. Здесь ежевика, кстати, советую ее подобрать. Вот и Эрн. Привет, солдат. Добро пожаловать в наземье. Я капитан Эрнест Маникаби. Но для большинства я просто Эрн. Чем могу помочь? Можно кое о чем спросить. Конечно, что именно ты хочешь узнать? Что такое наземье? А наземье мы называем мир на поверхности. Это очень опасное место. Тут нет всего того, что есть в норах. Если хочешь выжить, придется самому добывать себе пропитание и строить укрытие. Какие инструменты мне следует использовать? Советую для начала сделать деревянную дубину, молоток строителя, чтобы построить укрытие и деревянный топорик, чтобы добывать еду и другие ресурсы на земле. Для этого тебе даже верстак не нужен. Просто собери достаточно материалов. В Дубраве полно волокна и древесины. Поищи хорошенько, а еще можешь добыть нужные ресурсы, охотясь на существ. Как мне построить укрытие? Для начала сделай себе молоток строителя, а потом начинай строить укрытие. И лучше сразу крышу поставь. Без нее постройка может пострадать из-за плохой погоды. Где мне найти еду? Еда тут повсюду. Нужно только выучить, что можно есть, а что нельзя. Грибы и дикие ягоды можно найти прямо тут, в лесу, если знать, где искать. Можешь еще поохотиться на лесных существ. Некоторые очень вкусные. Существ? Фу. Священная сова. Солдат. Ты что, одними листьями питаешься? У некоторых существ такая вкусная требуха. Пальчики оближешь. А если не хочешь есть сырое мясо, так приготовь его. Попробуй развести костер и что-нибудь пожарить. Развести костер. Для начала сделай себе молоток строителя. Это уже он говорил. Еще один вопрос. Доспехи мы к нему за ним еще вернемся. Мне сказали доложить вам о своем назначении. Ах да, я тебя ждал. Старейшина Людвиг про тебя спрашивал. Ступай сейчас же к нему. Он в пещере под горой. Спасибо, капитан. Теперь я могу идти. Питание. Регулярно ешьте и пейте. Хорошее питание сделает вас выносливее, энергичнее и сильнее в бою. Можете собирать вкусные ягоды в лесу, охотиться на дичь, на земля и готовить собственные блюда. Вы можете есть еду сырую или приготовить ее вместе с другими продуктами в предназначенных для этого местах. И получить большую пользу. Ищите вкусные рецепты. Когда вы, кстати, совушку изучили, то видите, у нее глаза с зеленым перестают гореть. Производство предметов. Малый народец изобретателен и из всего, что попадается в наземье, наловчился делать инструменты, оружие и еду. Ищите рецепты и учитесь делать новые предметы. Обычно для изготовления предметов нужно рабочее место. Но в авангарде все умеют делать базовые инструменты и оружие и без верстака. Откройте меню производства предметов с помощью G, чтобы узнать, какие предметы можно изготовить с самого начала. Ну, нам однозначно потребуется молоток строителя. Нажимаем левую кнопку мыши и деревянный топорик. Сразу назначаем топорик сюда. Молоток строителя на шестерку. Хилку на двойку. Вот рецепты. Костер, верстак, простая кровать, сундук у нас разлочились. Спустя сутки, то есть как пройдет ночь и наступит следующий день, все растения, вот эти, которые мы сейчас формим, и дерево, они восполнятся. Будьте осторожны, в воду не падайте. Держитесь подальше от воды, потому что маленький народец не умел, не умеет плавать. Если вы попадете в воду, ну или другим способом умрете, вы возродитесь на ближайшей точке возрождения. Таковой можно сделать кровать. Нужно ее построить и не просто построить, но еще прожать F, чтобы активировать. А чтобы на ней проматывать время, то есть, например, если ночь наступила, вы не хотите тусоваться, рисковать, потому что ночью, тут отдельная, в общем, тема про ночь. Вам нужно кровать застроить, то есть, чтобы она была под крышей. Просто так ее тут поставить, вы как бы сможете на ней появляться, но не сможете проматывать время. День и ночь. Обычно ночью холодает, а днем становится теплее. Некоторые обитатели на земле выходят только по ночам. Остерегайтесь ночных существ, чаще всего они опаснее своих дневных собратьев. Поставьте кровать, так у вас появится новая точка возрождения и место, где поспать. Спать можно только по ночам, в укрытии и без врагов поблизости. Лутать все это обязательно. Можно, соответственно, повторно, спустя сутки лутаться. Так, старейшина. Солдат, наконец-то здесь. Старейшина, что вы делаете в этой заросшей пещере? Драгоценный ключ, клевер от сундука аптекаря пропал. Боюсь, его могли украсть. Мы тут пытаемся найти другие способы, как открыть сундук. Кто этот аптекарь? Мелькар был личным аптекарем королевской семьи. Эта пещера была его личной лабораторией здесь, в Наземье. Он проводил бесчисленные дни в поисках редких ингредиентов для своих зелий. Что в этом сундуке? Величайшее достижение аптекаря Мелькара, эликсир жизни. По его словам, этот эликсир может излечить любую болезнь, известному малому народцу. Вы знаете, кто мог забрать ключ-клевер? Ключ был заперт в королевском хранилище, который всегда находится под усиленной охраной. Власти туда могут только я и король. Пропажу обнаружили, когда заболела королева, но ключ могли украсть и до этого. Вы пробовали вскрыть сундук? Мы не осмеливаемся, сундук под надежной защитой. Мы рискуем уничтожить эликсир. Мне сказали, вы про меня спрашивали, старейшина. Ах да, до нас дошли тревожные известия от поселенцев из леса. Похоже, некоторые существа в том районе стали подозрительно беспокойными и агрессивными. Разреши этих поселенцев и выясни, что у них случилось. Это как-то связано с ключом-клевером? Интересное совпадение, но у нас нет доказательств, что это как-то связано. Я отметил тебе на карте, где можно найти поселенцев. Будь осторожней, солдат. В лесу полно опасностей. Эрн и Калев научат тебя, как выживать тут, в наземе. Уютненько у него тут. Пройдем туда вглубь, чтобы выфармить. Собственно, вот мы сейчас обходим вокруг этот сейф, который они не могут скрыть. Ореховый сундук. Похоже, сундук сделан из грецкого ореха. Сзади есть петли. Спереди странная выемка в форме четырехлесного клевера. Попробовать открыть сундук. Вы пытаетесь сломать сундук, но он не поддается. Изучить сундук. Похоже, сундук сделан из грецкого ореха. Сзади есть петли. Спереди странная выемка. Так, изучить выемку. Вы проводите рукой по выемке, нижняя часть слегка отодвигается при нажатии. Надавить на дно выемки. Ничего не происходит. Так, можно так вот проверять, все ли мы его выформили. Все, выходим. Вам может показаться, что все довольно просто и понятно, но это еще у нас идет, во-первых, обучение. Во-вторых, я вас как бы за руку буду вести. И те, кто будут проходить после меня. Кстати, многие стримеры смотрят мои прохождения, учатся. И за счет этого у них может получиться даже играть лучше, стартануть лучше, потому что я первооткрыватель. На данный момент, когда я записываю, нету ни одного гайда, даже на английском языке. На самом деле, мне очень тяжело пришлось. Тяжело далась вся эта информация. Кстати, вот смотрите, допустим, вы рубите гриб, и тоже, чтобы вам потом не щелкать много раз, перед самым концом зажимаете F, и сразу автоматически собирается то, что с него выпадает в определенные области. Там бабочки. Так. Предлагаю вот здесь еще вот эти грибы зафармить, чтобы еды точно хватило. Вражины тоже возрождаются через сутки, как в Dark Souls. Погода. Осадки вроде дождя и снега могут повредить к конструкции, поэтому у каждой постройки обязательно должна быть крыша. Растения и грибы быстрее растут после дождя. Старайтесь одеваться по погоде, чтобы не замерзнуть и не перегреться. Да. Теперь возвращаемся к Эрну. О, тут, кстати, совушка. Доспехи. Доспехи защищают от разных видов урона и согревают в холодную погоду. Некоторые поселенцы в наземье могут смастерить для тебя новые доспехи, если ты принесешь им необходимые материалы. Итак, про доспехи. Можете сделать для меня доспехи, капитан? Конечно, солдат, только принеси мне все необходимые материалы. Смотрите, здесь есть два сета. Легкие рукавицы, гетры и рубашка, они дают бонус 2% скорости. Это год 6%, но тут скорость и так нормальная, хотя я признаю, что от некоторых существ ночных невозможно убежать. Практически. Практически невозможно. Прошитые наручи я возьму, потому что не дают больше брони и защиты от холода. Все. Правую кнопку мыши заменяем, то что у нас. Отлично. Так, следующее. Это мы построим временный костер, чтобы приготовить еду, потому что, видите, у меня просело уже 13. Голубая полоса. Вот здесь можно строить. И построю верстак временный, чтобы отбиться от вражин. Так, здесь грибной стейк, как я говорил, быстро готовим. Он неплохо восполняет. На верстаке нас интересует деревянный меч. Это супер оружие. Вот я для него первый слот специально оставил. Ну, факел, ну, можно. Типа, простой лук. И деревянные... Так, ладно. Давай несколько бинтов. Так, 3 бинта достаточно. Делаем стрелы. Все, сотка стрел. На остальное сделаю простые бинты. О, даже хватило на 10 штук стак полный. Отлично. Все, после этого... Можно разобрать на Си. Костер можно оставить, но типа у него обогреться, если что. Но смотрите, как это эффективнее делать. Допустим, если у вас началась буря или типа того, ночь, вы можете переждать ее здесь. Открывайте карту, ждете, пока вот здесь вот время суток проматывается. Либо построите на одну клетку там кровать, и пусть он поспит на ней. Я вам позже покажу, как мы базу построим на дереве сразу. Это самый элитный вариант. Так, собственно, грибной стейк восполняет сразу 30. Два раза щелкаем вот так вот, и он восполняется. Можно даже поставить быстрый слот, например, на семерку, и будем прожимать. Он будет есть. Огонь. Так, можно факел взять, и вот это. Ну, я бы, конечно, не хотел ночью, на самом деле, выходить. Кстати, мы буст получили, хорошо питается, полный желудок, вот на сколько секунд, и в укрытии. В укрытии это именно потому, что я забежал сюда к старейшине. Также можно к Эрну забежать, ну или в такие вот локации. Там вы, если вам холодно, можете спастись, если вас застала буря. Ладно. Пойдем в ночной рейд. Так, мотыльки, вы адекватные? Вы меня не сожрете? Так, еще солушка. Сопротивляемость и уязвимость существ. Есть пять различных типов оружия, которые может использовать авангард. Тупое, заостренное, колющее, отравленное и огненно тупое, я так понимаю, дробящее. Все существа, которых вы встретите в Наземье, могут быть неуязвимы или, наоборот, восприимчивы к урону от различных типов оружия. Обращайте внимание на значки рядом со шкалой здоровья, так вы поймете, какое оружие лучше использовать. Я вам сразу говорю, вот этот меч, который мы сделали, его не просто так сделали. Пока что он будет самым топовым оружием. Лучше, чем лук, хотя я вам покажу, как лук работает. Но лук можно потом крутой сделать, либо в определенных ситуациях тоже его использовать против всяких летунов. Так, очень аккуратно. Вообще, нам нужно туда вот. Я просто боюсь ночных муравьев, они тут не простые муравьи, а особые, бесючие. Ладно, давайте смещаться в сторону базы. Аккуратно. Смотрите. Сейчас вам покажу уникальные предметы, которые вы можете потерять навсегда. Винты. Советую их сразу прятать в сундуки, когда вы их находите, даже временно. Вот еще два винта. Иначе вам мало не покажется. Вам придется потом их заново искать по всей карте. И если вы грамотно не застроитесь, в общем, это вам значительно усложнит все прохождение. А как вы их можете потерять? Не думайте, что раз здесь типа есть возрождение, вы можете бесконечно кого-то штурмовать. Во-первых, монстры заново рессуются через сутки. Во-вторых, у меня такие были ситуации лично, когда я умирал и не мог подобрать свой лут. Либо потому что там просто армия этих монстров, целые выводы, просто нереально подойти. И ты не можешь в то же время построить, перейти к лучшему оружию, потому что, например, то, что ты потерял, оно больше не встречается. То есть ты все собрал, носил с собой, и капец. Вот эти крышки тоже очень, ну, довольно редки. Крышка от бутылки. Все, я их подобрал, нужно быть очень осторожным. Светает. Сейчас мы идем к базе. Я не знаю, муравьи противные самые, которые уже смотались отсюда. От них очень трудно убежать, от ночных муравьев. Прочность. Снаряжение со временем изнашивается и теряет эффективность. Что бы такого ни случилось, следите за своим снаряжением и вовремя его ремонтируйте. Починить предметы можно на верстыке. Так, выползли, выползли. Начинается. Минус. 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 Ааа, сука. Сколько их было-то? Ну, очень многих я убил. Муравей на шпажке. Вам, скорее всего, показалось, что это легко. Но, во-первых, это самые лоховские муравьи, которые атакуют. Которые... Есть еще, конечно, более мупские муравьи. Это рабочие, но они не атакуют. Давай, тоже хочешь? А, это как раз муравей рабочий. Рабочий муравей плотников. Видите, он не атакует. Его смысла убивать нет. Так, убираем факел, а то он у нас сломается. Все, бежим к базе. Вам могло показаться, что это легко. Но, если бы вы играли впервые, вам бы так не показалось. Это легко, потому что знание сила. Потому что я уже все разжевал. То, что нужно их мечом бить именно и так далее и тому подобное. Все, эти знания дались путем страданий. Так, теперь самое важное. Дух большого дерева слушает, что тебе нужно, солдат. Я захочу захватить это дерево и перенести сюда свой лагерь. У тебя пока что нет лагеря на дереве. Чтобы захватить свое первое дерево и разбить лагерь, заберись на самую верхушку большого дерева и поговори со мной. Значит, для подстраховки, потому что мы можем упасть, разбиться, нам нужно построить здесь три сундука, чтобы на время убрать в них все свои пожитки. А также, чтобы сэкономить время, если мы все-таки расшибемся, кровать. Итак, обязательно нажимаем на F. Не просто ее построили, потому что этого недостаточно. И все, все складываем. Все, я гол как сокол. Теперь начинаем. Значит, я буду показывать путь целиком. Потому что он сложен. Если вы не знаете, что делать и впервые изучаете этот мир. Этот жестокий мир. Так. Можно потом будет мигрировать на другие деревья. Так что это база топовая. Если вы в кооперативе играете, это вообще без вариантов. Только так. Ну, в кооперативе тут, конечно, проще, блин. Вдвоем всех мочить, строиться, фармить. Все быстрее. А у меня тут соло-левелинг. Соло-выживание. Вот сейчас будет один из таких прыжков неприятных. Короче, вот сюда куда-то в угол смотрите. С первого раза получилось. Вы не представляете, сколько я здесь прыгал. Это сейчас так, потому что... Научен горьким опытом. Так, на деревьях осторожности, можно соскользнуть. Кстати, настройка. Я вам советую... Ну, во-первых, подсказки активировать, естественно. И hold to sprint я включил, то есть, чтобы вы бежали, когда вы сжмете на shift. Потому что по умолчанию это работает как переключение. И, кстати, зацените, тут настройка есть араханофобия. Это для тех, кто в припадке падает от пауков. Потому что, ну, сами понимаете, здесь пауки будут и разных видов. То есть, если вы ее выкрутите, то то ли они меньше будут, то ли еще что-то, не знаю. Так, разбегаемся. Так, сюда, кажется. Так, начинается. Так, сюда. Блин. Сколько же тут прыгать. Аллилуйя. Мы добрались. Вершина дерева. Смотрите, сколько здесь места под базу. Но я вам потом покажу. Тут есть свои очень важные детали в застройке. А бы как строить не получится. Дух большого дерева слушает. Что тебе нужно, солдат? Я хочу захватить это дерево. Все. Дерево захвачено. Древесный дворецкий. Привет, солдат. Чем могу помочь? Хочу кое-что спросить о большом дереве. Конечно, внимательно слушаю. Как мне разрешить другим строить на моем большом дереве? Если хочешь сделать свое дерево открытым, просто пообщайся с фигуркой гнома. Еще вопрос. Можно сделать так, чтобы никто другой из малого народца не лез ко мне на дерево. Ну, конечно, если хочешь сделать свое дерево закрытым, просто пообщайся с фигуркой гнома. Тогда твои собратья не смогут ничего на нем строить и не смогут использовать или испортить твои конструкции. Как мне перенести свой лагерь с этого большого дерева на другое? Конечно, ты можешь это сделать. Просто найди другое, не занятое большое дерево и захвати его точно так же, как это. Твой лагерь сразу же сам переместится в новое место. Как это вообще возможно? Этот мир полон явлений за гранью нашего понимания. Все, а теперь едем. Отвези меня к корням, пожалуйста. Полетели. Это самое шикарное место для застройки. Ну, потом мы другие деревья найдем. Можно туда будет прям свою базу перенести, не перестраивая ее заново. Топово. Так, забираем все из сундуков. Очень удобно, что как раз забираешь, но само все ставится в нужные слоты. Берем молоточек, разбираем. Лутаем. И обратно на дерево. Нужно построить базу. Кстати, броня сама не оделась автоматически. И стрелы, стрелы тоже надо заново поставить. Итак, как построить базу. Заходим. Постройка, фундамент. Смотрите, здесь местность, хотя она, ну, сравнительно всего остального, очень элитная, ее много. Но она не идеально ровная на самом деле. То есть фундамент вы начнете, если устроить вот так вот, супер низко. У вас может он потом во что-то упереть, под текстуру, и вы не сможете дальше строиться. Если слишком высоко, тоже. Может где-то слишком, ну, в общем, где-то средне старайтесь расположить фундамент. Вот, потом если что, перестроите, конечно, но это время все там на фарм ресурсов и так далее. Я попробую вот так. Две на две клетки это очень мало, даже для начальной базы. Потому что там как минимум два верстака у нас будет. Их бы еще туда уместить. Поэтому у меня будет две на три. Отлично. Строим вход. Он будет вот здесь. В другую сторону. Такой грубой отделкой вовнутрь. Так, грубой отделкой вовнутрь строим стены. Окошко сделаю вот здесь. Грубой отделкой вовнутрь. Так. Крышу. Так, это крыша. Вот здесь у нас будет. Потому что я там сделаю костер напротив окошка, чтобы все по фэншую было. Внимательно располагайтесь. У вас располагайте вещи, когда строите. Потому что у вас как бы должно так зацепиться. Такое зацепление должно произойти. Иначе вы просто на отвали, что называется, сделаете. Так, ну и финальный штрих. Дверь. Отлично. Теперь строю костер перед окошком. Чтобы мы всегда видели, очаг для нас горел. Строим поближе к костеру, чтобы тепленько кровать. Не забываем на нее F прожать, чтобы она активировалась. Строим. Не, ладно, с верстыка начну. А то еще не хватит чего-нибудь. Так. Максимально как бы стараемся утрамбовывать. Потому что место ограничено. Так, сундуки. Давай, чтобы по фэншую. Вот так вот. Отлично. Все готово. Так, кровать активированная. На костре муравьев. Можем немножко запечь. Тоже пожрать. Так. Бинтов у нас достаточно. Все, у нас все есть. Единственное. Я советую вот сюда в дальний сундук складывать то, что мы реже всего будем использовать. Это старую броню на всякий случай. Но зачем ее таскать с собой. Также стаки какие-нибудь полные. Потому что тоже это вовсе не обязательно их постоянно таскать. Хотя нет. В самую дальнюю я сложу редкие резы. Это винты и крышки от бутылок. Вот. В остальные я пока ничего не буду складывать. Хотя вот можно стак смолы сложить. Даже два стака смолы. Отлично. Все. Идем в рейд. Ах, ну конечно же. Если хватит сейчас ступенечки. О, уже недостаточно. Ну сейчас. Разработчики, конечно, могут со временем что-то обновлять. Опять же. Так что учитывайте поправку на ветер. Но я думаю все фундаментальное останется таким же. Так. Сейчас мы отправляемся по квесту. Возвращаемся туда примерно откуда мы пришли. Вот. Там на карте как бы отмечается место вашей смерти. В этом проблемы нет. Проблема в том, что либо монстров будет очень много, либо вы можете провалиться в такое место, откуда просто нереально достать их. И все. Еще одна совушка. Луки. Используйте лук и стрелы, чтобы поразить цели издалека. Они особенно эффективны против летающих существ. Возьмите лук со стрелами. Натяните тетиву, зажав левую кнопку мыши. Затем отпустите, чтобы выстрелить. Разные луки отличаются по характеристикам. Одни более точные и мощные, чем другие. Для максимальной силы и точности выстрела натяните тетиву до предела и только затем отпустите. Давайте наверх поднимемся. К священной сове. Но тут, я думаю, ни у кого сложности не возникнет с этим подъемом. Можно вот так вот на картонах здесь. Чтобы гарантировать. Так, статуя огромной совы. Священная сова. Малый народец верит, что совы обладают магическими способностями и поклоняются им как божествам. В их честь делают статуи и украшения. Вот смотрите, тут видите, подношения мы их можем взять. Ежевика, съедобный гриб, яйцо насекомого. Мелоча приятная. Так. Теперь можем спускаться. Ну, в принципе, чтобы ничего не выдумывать, можно по вот этой штуке просто. Так я могу даже вот сюда вот. Там еще одна крышка. Кузнечик. В траве сидел кузнечик. Совсем как огуречек. Он добрый, по идее он не должен на нас напасть. Вот кузнечик, да. Он такой милый. Так, хорошо. Так, вот сейчас было очень опасно. Короче, я формил. А кузнечик прям... Прям по этому месту прополз. Я испугался, что я его случайно задел топором и таким образом загрел. Потому что если загреш, он, конечно, будет защищаться. Так, все, вышли здесь же, обошли туда, откуда мы пришли. Придется нам аккуратно отыграть. Еще одна крышка для бутылки. Я все-таки для подстраховки воткну один сундук здесь, потому что я опасаюсь, мало ли. Бутылки, крышки туда сложу. Так, а теперь нам нужно здесь построить мост. Из фундаментов. Ничего страшного, если он идеально у вас не выйдет. Как у меня. Даже можно, кстати, его до конца специально не достраивать. Потому что там будут муравьи, и они будут дохнуть. Пытаясь в воду пройти и... Задамажить вашу постройку. Воин муравьев-плотников. Так. Вот туда, направо. Там еще будет три муравья. Вот они, с ними расправляемся. Я на правую кнопку мыши атакую сильным ударом. Да, надо вам показать, как работает бой немного. И рассказать. Смотрите, на левую кнопку мыши быстрая атака, на правую большая. Но большая, соответственно, наносит больше урона. Я ее использую, потому что муравьев она ваншотит вот этих лоховских. Фишка в том, что у каждого оружия есть сила блокировки. Вот видите, у меча семерка. Блокировать на Е. Вот так вот. Но я смысла в этом особого не вижу. То есть, по моим экспериментам урон все равно проходит. И, ну, как бы смысл. Вот. Также давайте отхиляемся. Смотрите, у меня 61 хп. На двойку исцелялка. Вот я ее использую. И, видите, появился статус исцеления. Не надо спамить исцелялку. Просто ждите, пока она отработает. То есть, она восстанавливает со временем еще хп. А вот 94 дальше не надо регенить. Потому что она много восстанавливает. Это КПД. Иначе не очень эффективно будете расходовать свой. Здесь тоже безопасная зона находится. Укрытие. Калев. По сюжету. Привет, солдат. Я капрал Калев Штейн. Что ты тут делаешь? Я отвечаю за сопровождение и защиту шахтеров малого народца. Что тут случилось? Почему в шахте никто не работает? Произошла трагедия. Один из тоннелей обрушился. И почти все шахтеры погибли. Добыча временно приостановлена. Ты знаешь, как надо работать с камнем? Разбираюсь немного. Для работы с камнем тебе нужна камнерезная машина. Но тут не есть чего такую сделать. Но ты можешь попробовать смастерить ее из артефактов великанов. Вроде крышек от бутылок и винтов. Где мне их найти? Крышки от бутылок часто попадаются на песчаных берегах. Рядом с бутылками. А винты можно найти рядом с артефактами великанов. У меня знаете сколько таких артефактов. А что еще можно делать на камнерезной машине? Камнерезную машину можно использовать и как мельницу. Делать масло из семян или превращать древесину в обработанную древесину. А еще можно разрезать камни, чтобы мастерить оружие и инструменты. Я могу фармить камни. Конечно, только тебе кирка нужна. Они дорогие, мы их так просто не раздаем. Но ты можешь сделать такую своими руками. Знаешь, у некоторых муравьев рыжих. На удивление сильные челюсти. Если добудешь такую, можешь принести на верстак и попробовать сделать из нее себе кирку. Это мне пригодится. А где найти этих рыжих муравьев? Они и в самом лесу водятся, и в его окрестностях. Но после того, как шахту прикрыли, часть муравьев переместилась в нижнюю часть шахты к северу отсюда. Только осторожнее. Не норовись на слишком большую колонию, иначе жди беды. Спасибо. Так и сделаю. Также он может сделать доспехи. Я сделал это, использовав камни, которые нашел в шахте. Невероятно прочная штука. Отлично защищает от существ, которые водятся на берегу. Кстати говоря, Скади изготовила отличные доспехи из материалов, которые можно найти в той области. Карта и справочник обновленный Скади. Тоже на карте. Она тоже, видите, будет в крафте. Ну, каменные наручи. Как бы, спору нет. Броня лучше. Но они, видите, дают дебаф. Скорость передвижения минус 2. Получается, здесь 4, здесь минус 8 скорость передвижения. Ну, как бы, я не готов к таким жертвам. Ночью надо быть осторожнее, потому что, если вы нарветесь, они вас могут и в безопасной зоне за вами поползти, эти падлы. Вот я лучше здесь выформлю ядовитый гриб. Не знаю, зачем, но на всякий случай, кстати, вам тоже советую, если вы находите что-то впервые, если безопасно, то выформите хотя бы одну штучку, вдруг рецепт какой-то откроет или типа того. Вот он, ночной муравей, от него хрен уйдешь. Но это один, мне повезло. Как он называется? Расцветный муравей. Очень противный. Они нападают обычно в стае, и мне повезло, что он один. Короче, я ночью не пойду никуда, я буду ждать, пока ночь пройдет. К тому же, там вот, в шахте, мне как раз и нужны эти рыжие муравьи, или, не рыжие, а муравьи, быки, нужно их убить, чтобы с них залутать какие-то там клыки или башню, голову, и с помощью нее сделать кирку. А ночью они уползают, и уползают вот эти расцветные муравьи. Если сытость выше вот этой полоски, выше, по-моему, 70 получается, то у вас еще она хп, как я понимаю, рюгенит. У меня такое прохождение, получается, тире, гайд образовательное. Но я повторюсь, что ни одного гайда даже на английском языке нету. Я даже разработчикам, вот когда мучился, я написал, слушайте, ну какие-то хотя бы объяснения можно дать. Вот, там, ну, как бы, оно все кажется простым, потому что я это так показываю. А когда ты вот, просто тебя закинули в этот мир, тебе даже эти совы, ну, они не говорят тебе пошагово, что делать, как, куда идти и так далее. То есть ты предоставил сам развед, это очень тяжко. Может быть, со временем какие-то более лучшие алгоритмы найдут и будут потом писать в комментах, как это любят. Ко многим играм, знаете, там, я записываю, например, когда тут только игра вышла, ничего еще не известно. Прошло, я не знаю, там, месяц, там, или пару недель, месяц. А то иногда несколько лет прошло и начинают писать, когда уже все известно, когда там разработчики выложили всякие помощники разработчиков, тестеры, там, супер пошаговые гайды, там, разложили всю математику, как, что, куда нажимать. Ну, я первопроходец, и в этом свое удовольствие. Можно карту открыть вот тут вот так вот, следить опять же, как плавно-плавно движется дело к рассвету. Быстрее, конечно, было бы просто поспать, добежав до базы, либо здесь какую-то базу в единичку поставить, тоже вариант. Но я просто волокно не хочу тратить. Так, ну, кажется, светает. Начну к шахте подходить. Так, тут еще вот эти муравьи. Рассветные падлы. Они должны сейчас начать уползать скоро. Скотина, все-таки меня заметил, да? Ух ты, он не один. Они, видите, они заползают где угодно. Если вы думаете, что вы от них спрячетесь, где-то закрысите, то шансы на это очень малые. Сука. Вы че? Это че? Вы видели, они на меня, блин, все толпой решили меня загасить. Так, быка одного убил, муравья. Уползайте, вообще, рассветные, вы че? Вот, они, кажется, уползают в норы. Самое худшее, что может произойти, это если на тебя все нападут, ты в такое время вылезешь. Я не понимаю. Они должны были уползти, зараза. Нихера себе, он мне вломил крит. Вы че? Так, хилка. Иди сюда. Это муравей-бык. Кажется, отбился. Так, я их еще всех убью, потому что там есть крышка от бутылок. Так, все, топорик лучше больше не использовать, он сейчас сломается. Попадос. Сука! Вот, пожалуйста. Это то, о чем я говорил. Все, заспавнил меня на базе. Вызываем воздушный лифт у гномика. Скоро будет. Вот на карте нагробный камень, как отображается. Я надеюсь, что ресы мои там остались. Ну, я самое основное, крышки от бутылок сложил, так что, если что-то даже, я не критично потерял. Просто я как раз мог провалиться, я не знаю, где они там валяются, сейчас посмотрим. Кстати, тут совушка еще одна. Разбор конструкции. При разборе конструкции все материалы, потраченные на ее постройку, можно будет собрать и использовать повторно. Поврежденные конструкции можно отремонтировать бесплатно. Но мы еще вернемся к ремонту. Вот меня задамажили очень серьезно. Благо, мне не так много до 70. Жрать я сейчас пожру, хотя бы вот эту вот лимфу насекомых. Пускай, чтобы хп как-то отрегенивалось. Постепенно. Потому что иначе я один прогиб и погиб. Я даже не смогу свое снаряжение собрать. Так, все хорошо, мое снаряжение вон там. И, похоже, те, кого я убил, не отрегенились, потому что сутки не прошли еще. Вот. Отлично. Отрегениваемся теперь. Ну, падла, меня разозлили. Давайте я вам лук покажу. О, крит сразу. Но, видите, очень мало урона. Прям до смешного мало. Меч, конечно, эффективнее. Но в отдельных ситуациях почему бы нет. Где ты, падла, меня обойти решил? Или он в шоке? Да ладно, ну сколько можно? Не обязательно натягивать ее до конца. Можно раньше стрелять, но я просто так. Короче, лук оставим на потом. Нам надо вот сюда к тележке подойти. Тут еще одна крышка для бутылки от ТАСС. Так. Там можно, конечно, в пещеру углубиться, но я пока этого делать не буду. Пока не будем рейдить данж. Просто вот этого последнего бью и все. Не обязательно, кстати, наводиться на то, что нужно лутать. Просто достаточно F нажать рядом. И все, он слутается, что поблизости. Так, возвращаемся на базу. Берем все из сундука. И сундук я разберу, потому что он все равно будет. Иначе изнашиваться и просто и так и так разрушится. Потому что он под открытым небом. Вот тут есть саженцы, вообще для которых требуется кремниевый топор. Или лучше. Еще не скоро мы сможем их фармить. Вези меня, извозчик. Так, последний штрих. Ступеньки, огонь. Так. Значит, как что-либо чинить. Заходим на верстак, вкладка починить. Тут будет писаться вот здесь вот, что нужно для починки. Ну, лучше раньше вещи ремонтировать. Потому что иногда для их починки ничего вам не потребуется. У меня даже меч там почти сломался. Так, нам теперь нужна кирка. Кирка из челюсти. Огонь. Кирка готова. Ставим ее вот сюда. И я восполню бинты до 10 штук. Может на самом деле и больше, потому что это такая полезная штука. Так, крышки плюс 3 складываю на базу. Так, я сделал тонну муравей на шпажке. И я их тоже сюда 2 стака положу. Кровать работает даже несмотря на это. Потому что у нас тут вентиляция такая получается. Ее, конечно, можно застроить. Вот видите, тоже в укрытии статус. Кто слушал, молодец. А сказочки конец. Продолжение следует.